Музыка Веселый Дед Мороз, гость ваш новогодний, от меня не прячьте нос, добрый я сегодня. Помню, этих я ребят видел ровно год назад, год промчался словно час, я и не заметил. Вот и снова среди вас, дорогие дети, здравствуйте, ребятишки. Здравствуйте! Девчонки, мальчишки, поскорее все вставайте, дружно песню запевайте. Музыка Дорогие родители, вас тоже с Новым Годом, с наилучшими пожеланиями. Дедушка Мороз, спасибо! Музыка Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Ну что, сезон корпоративов и праздников, да, он начался уже у многих, вот. У меня, конечно, сейчас вот была с утра, у нас с 10 утра был утренник в садике. В прошлом году нас не пускали в садик, в этом году вот, слава богу, пустили. И то один человек от, то есть один ребенок, один родитель, можно было только так прийти. Так что вот так. Ну я очень рада побыла, жалко, что я не могу вам оставить ни с оригинальной музыкой, вообще мало кадров могу вам показать, к сожалению. Но такие правила у Ютуба. Плюс еще я снимала в детском саду, и чтобы выставлять кадры с другими детьми, я должна спрашивать разрешение родителей. Поэтому немножечко такого настроения, настроение в садик, утренник и так далее. Вот, я думаю, что у всех детки ходили, может быть, у кого-то ходят, может, у кого-то пойдут только в садик. Но в любом случае, вот эти вот утренники в садике, это такое особое, на мой взгляд, настроение. Вот, я уже пришла домой, и сейчас переоделась, нужно какие-то быстренько дела сделать по дому, также приготовить, покушать, и потом мне надо еще ехать. Вот, в общем, я в предыдущем видео забыла рассказать, хотела рассказать еще раз вот про эту щетку Hapika, которая японская, да, японское качество, оно, конечно, супер. Я очень всем рекомендую, вот я ей сейчас вовсю пользуюсь, особенности тем, у кого очень плотно друг к другу посажены зубки. Рекомендую вот с этой вот щетинкой двойной. Очень хорошо вычищает. Конечно же, зубной камень это только стоматолог, чистка у стоматолога, конечно, тоже должна быть. Но вот уход между чистками, ну и вообще стоматолог, это, конечно, такая небюджетная история, я вам скажу. И вот подобные вещи очень помогают поддерживать здоровье ваших зубов. Вот так вот. Поэтому я очень от всей души рекомендую прочищать зубы вообще, то есть просто на ура. И действительно снимает налет, то есть зубки абсолютно, не в зависимости от того, какой вы пастой пользуетесь, или вообще не пользуетесь пастой, потому что им можно чистить и без пасты. Я уже говорила, что у меня младшего сына сейчас, у него тоже есть такая щетка голубенькая, и у него сейчас меняются зубки, и очень удобно прочищать, не травмирует десна, не кровоточит десна, ничего такого нет. У него единственное, что насадка такая поменьше, ну и с детской, да, вот такие же щетки. У меня насадка такая достаточно большая, но она как раз вот прочищает вот просто все зубы со всех сторон, очень удобно ей использовать. Она немножко вибрирует. Вот у меня до сих пор батарейки, которые здесь были, да, вот. Вот так вот она вибрирует, то есть она просто дает такую вибрацию легкую, очень удобно, очень ей комфортно чистить и все отлично вычищать. Я довольно советую вам вот просто от всей души. Я многими зубными щетками пользовалась, но вот это лучшее из того, что я пробовала. Действительно, девочки, от всей души. Ссылку обязательно оставила внизу в инфобоксе. Я заказывала на Wildberries. Можно заказать на Zon и еще где-то. В общем, я все вам оставлю внизу в инфобоксе. Щетка просто обалденная, классная. Мне очень нравится. Снимает даже вот налет зубов. И, в общем, мне она очень-очень нравится. Так что вот так вот. Так что от всей души советую. Кому-то на подарок также сейчас на Новый год или себе любимый, да, чтобы заботиться о своем здоровье, о здоровье своих зубов. Вот, так что вот так вот. А я сегодня еще должна полететь в ленту. Да, я нахожусь в родительском комитете в школе и в детском саду. Поэтому у меня новогодние праздники. Это такая двойная нагрузка. Я бы так сказала. Единственное, что в садике я в родительском комитете не особо участвую. Только если что-то где-то помочь. А вот в школе, да, я как раз-таки занимаюсь, ну, не то что в организации. Ну, да, собираю деньги с родителей, закупаю подарки и, там, новогодний стол и так далее, и так далее. Мне нужно сейчас кое-что докупить. И, да, в общем, я снягурочка. Снягурочка я, девочки. Как-то так. Поэтому меня нужно докупить. Сегодня у меня, получается, утренник у младшего сына, а завтра у меня уже завтра 24-е. Вы, наверное, посмотрите 24-е в это видео. Я постараюсь, может быть, сегодня вечером загрузить. Вот. А завтра уже у меня у старшего сына в школе. Тоже я называю это корпоратив. Судя по тому, как мы к нему готовимся, это точно корпоратив, девочки. У них в классе. Мы хотели куда-то выездное мероприятие такое сделать там. Ну, много у нас по Питеру предложений, но практически всё сейчас закрыто для групповых мероприятий и так далее, и так далее. В общем, никуда нас не пустили, поэтому мы решили устроиться с бандой в классе. Вот. Ну, я как снягурочка всё это должна закупить. В общем, сегодня поеду, сегодня всё отдам. Так что вот так. Так, ещё у меня сегодня дополнительные занятия у младшего сына в школе, последние в этом году. И завтра последний рабочий день моих детей. Я это называю так. Они завтра уже всё. Можно было 27-го, 28-го, 29-го и 30-го прийти в садик, но мы не пойдём уже. Там учительница у сына старшего уезжает, поэтому её не будет 28-го, ну, 28-го, 29-го её не будет, да, там, 27-го, 28-го, ну, в общем. Вот. И поэтому можно написать заявление и не приходить. Оценки выставлены, всё уже сделано, все домашки проверены, всё проверено, так что супер. Вот, так что последний день, на самом деле это хорошо, потому что я уже что-то подустала туда-сюда ездить, туда-сюда мотаться. В общем, да, погода ещё шепчет, как всегда, морозы у нас вернулись к нам, так что всё супер. В общем, поставлю сейчас быстренько что-нибудь приготовить на ужин и уеду, как-то так. Ну что, я решила приготовить своё такое коронное, дежурное, быстрое блюдо, можно так выразиться. Ножки куриные, кстати, обычно я их разрезаю, а тут что-то я не подумала об этом. Ну ладно, пусть так запекаются. То есть я отделяю бедро от голени обычно и картошка. Часто я ещё туда добавляю морковку и лук. Ну, в этот раз решила просто запечь картошку, уже не буду ни морковку чистить, ни лук, уже надо быстро-быстро. И всё, я всё это отправлю в духовку при температуре 180 градусов, где-то минут 50 примерно у меня стоит. Фольгой сверху не накрываю, так вот, чтобы всё это дело подрумянилось. Просто я периодически подхожу и ложкой как бы перемешиваю всё это, ну, картошку, да, чтобы она равномерно запеклась, а не пригорела. Добавляю специи, у меня такие сейхерп универсальные для курицы мяса, в общем, и в картошку, и добавляю чуть-чуть куркумы. Для цвета и, ну, аромата, соль, конечно же. Зачем я вообще добавляю куркуму? Она придаёт такой хороший цвет. Мне она, девушка, написала, что купила куркуму, и у неё она получилась такая, ну, не очень приятный цвет. Дала, наверное, я думаю, что не очень хорошая куркума. Я заказывала её на Ахёрп, большим, помню, пакетом, и вот до сих пор использую. Чуть-чуть оливкового масла, чтобы не пригорело всё это. Так размазываю, и всё, ставлю в духовку и буду делать все свои остальные дела. И ещё, девочки, я после праздника успела сгонять ещё на почту, точнее, не на почту, а в Сбербанк. У нас как-то Сберпочта, как-то так. Ну, в общем, постаматы в Сбербанке. У нас здесь в посёлке находятся. И, в общем, я туда заказала свою посылку Ахёрп. Долго она мне идёт, девочки. Каждая посылка получается, ну, недели три, наверное, точно идёт. Кто-то писал, что кому-то и за 10 дней доходит. Мне вот как-то долго. Не знаю почему. Может быть, потому что я сейчас заказываю вот в Сбербанк. Сбербанк вот эту, а она находится у нас в пригороде. А пригород у нас, знаете, многие считают, что сюда... Да, надо прямо на санях, на упряжках собачьих ехать. Хотя от города всего 15-20 минут. Ну, в общем, как-то так. В общем, неважно. Давайте покажу, что я в этот раз заказала. Во-первых, я заказала вот этот вот чеснок. Очень мне нравится. Есть чеснок в гранулах, есть чеснок вот в такой пудре. Именно чеснок вот этот в Симпли Органик мне очень нравится. Вот это моя любимейшая марка специй. Больше нравится, чем Симпли Органик. Но у них чистого чеснока нет. Поэтому я заказала вот такой. В этот раз в качестве пудры. Очень прикольно добавлять. Вот особенно девочки мне писали. Если вы делаете, допустим, сметанный соус или из греческого йогурта. Такой соус, куда добавляете зелень. И надо, по идее, чеснок. Но так как у меня муж там ходит на работу, да. И дети там в школу, садик, чтобы не воняло чесноком. Но был при этом аромат. То есть не воняло. Ладно, давайте так скажу. Не пахло изо рта чесноком. Прилично скажу. Вот. Можно добавить вот такой сухой чеснок. И получится аромат чеснока вот в вашем соусе, да. Но при этом не будет неприятного запаха изо рта. Вот так вот я скажу. В общем. В общем. Что-то я заговариваюсь. Но с утра тут что-то бегом-бегом. Все. Поэтому, да. Вначале отвезла сына в садик. Потом прибежала, накормила собак. Переоделась, накрасилась. Побежала обратно в садик. Потом на почту. В общем, кошмар. Сейчас снова надо убегать. Очень мне нравится. Вот этот чеснок. И в гранулах, и в пудрой. В общем, отличный. Имеет действительно чесночный аромат. Как будто бы вот, ну, вы сами, да. Чеснок посушили и измельчили. И новенькие специи. Я так еще не пробовала. Вот от этой марки. Как она мне нравится. Девочки. Вот я советую ее больше, чем вот эта Simply Organic. Она, во-первых, и дешевле. И здесь пластиковая. Вот эта вот коробочка. Вот эта, кстати, пришла вот в такой пупырке. Вот. Прямо обклеена вся. А вот эти нет. Эти просто так приходят. Здесь просто вот здесь вот. Ну, вот здесь вот пленочка вот этой закрыта. Как обычно. И все. Значит, вот это лук и чеснок. Но лук, видите, зеленый. То есть это как бы зелень такая. Лук с чесноком. Наверное, пудра чеснока. И здесь еще вот такие вот вкрапления. Видите? Красненькие. Не знаю, что это такое. Ну, в общем, попробую вот эти тоже специи. И вот такое вот это медовая горчица. Вот. Мне кажется, должно быть тоже очень вкусно, наверное. Но вот эти специи советую больше всего. Здесь и объем больше, и стоит дешевле. В общем, классно, девочки. Всем советую. Именно вот эти специи советую. Они такие как бы в основном смеси. Отдельных там я, по крайней мере, не видела. Так, и заказала японский уход. У меня японская зубная щетка. И маски японские, такие тряпочки. Прошлый заказ мне был безумно понравились. Я захотела попробовать вот такое. Очень много положительных отзывов. Вот это лосьон для очищения кожи. В общем, я попробую. Сейчас не буду так сильно останавливаться, да. Но много положительных отзывов не только на сайте. Видите, сделано в Японии. И не только на сайте iHerb, а вообще я почитала на всяких, знаете, iRecommend, Отзовик. Там еще вот эти вот все популярные сайты. Очень много положительных отзывов. Это лосьон. Ну, как бы лосьон-тоник считается. И вот это. Сейчас посмотрела. Это эссенция для ухода за кожей с саке. Вот. Очень хвалят вот эту эссенцию. Это что-то типа сыворотки. То есть нужно наносить тоник. Тоник это увлажняющий. Потом вот эту вот как бы эссенцию, типа а-ля сыворотки, да. И потом уже крем. В общем, целый такой набор уходовый я себе заказала. И вот такой вот тоже кремушек увлажняющий. В общем, я вам тоже. Какой увлажняющий? Тоже саке. Вот это вот. Вот этой линейки. Вот. В общем, я попробую, но уже после Нового года вам обязательно расскажу. Ссылочки, кому интересно, оставлю. Это производство именно Япония. То есть не корейский, а именно японский уход. Вот японский уход на моей коже работает вообще вот просто на ура. И маски. Мне все, что вот made in Япония, мне все очень нравится. Моя кожа все очень хорошо подходит. Вот. Так что буду пробовать. А вот эти специи очень советую, девочки. Кто заказывает Ахерб, обязательно вот бросьте. Что там, по-моему, 300 с чем-то рублей стоят. Ну, они в зависимости от того, какие именно специи стоят по-разному. Но в среднем там 300-400 рублей банка большая. Мне хватает надолго. Очень надолго. В общем, так что вот так. Так что вот такой заказ. Ссылки тоже оставлю внизу в инфобоксе. Ну что, я пытаюсь добраться до ленты. Как-то кто-то мне... У меня здесь, кстати, не записался в этих кадрах звук. Потому что у меня по Bluetooth, в общем, общается машина с телефоном. И что-то где-то пошло не так. Видимо, куда-то записался звук. Но не туда, куда нужно. Я все это дело комментировала. В общем, я еду в ленту. И вот такая вот у нас пробка перед Новым годом. Плюс снегопады. Плюс, в принципе, вот где я еду по Саушкино. Очень часто здесь именно вот такие пробки. Стоишь минут по 40. А то и по часу бывает. Но, скорее всего, здесь, наверное, авария. Потому что мы уж очень медленно двигались. Я там небольшое расстояние, которое можно, не знаю, пешком пройти, проехала в итоге. Пешком, наверное, минут за 20 можно пройти. Я почти час ехала. Ужасно, конечно. Все очень медленно движется. Еще плюс перекрестки эти там. Кто кого пропускает и так далее. Это вообще какой-то кошмар начинается. В общем, пытаюсь добраться до ленты. Ничего домой я покупать не буду. Здесь только исключительно у меня для, ну, корпоратива моего старшего сына. Там соки, в общем, салфетки и так далее. Ну, в общем, всякое такое нужно было купить. Поэтому домой я в этот раз решила ничего. Хотя изначально хотела и домой тоже. Но так как простояла долго в пробке, уже опаздываю к сыночку. Пихта. Вот такая вот у нас красавица продается. То есть это не елка. Она на самом деле не пахнет так, как пахнет вот обычная ель. Вот такие вот ценные сейчас на нее. Но она, смотрите, какая красавица. Пушистая, это живая. Подставка там для нее 300 с чем-то рублей стоит. В общем, в принципе, это и все кадры, которые я поснимала в ленте. Вот они вот так вот упакованы. 299 такие побольше. И поменьше там они подешевле. Но они пахнут елью. Но не так, как вот обычная елочка. Знаете, она прям вообще же такой аромат дает здесь. Нет, так если принюхиваться, то да. Пахнет. А так, в общем и целом, нет. В школе сидим. Да? С Левой. Лева у меня на продленке остается. Лева у меня до продленки остается. До 4 часов бедняга. Вот. Еще сидит со мной, ждет, когда младенький занимается. Получается, до половины шестого. Да, так что, бедно, Левочка. Сидит у меня несчастник. Что же таскать там надо? Да, еще сейчас помог мне все занести в класс к завтрашнему корпоративу. Так что, мы молодцы. Да? Угу. Сейчас уже. Зайдем еще в магазин и поедем домой. У меня вечерняя прогулка. С Бонной. В городе в одиночестве мы с ней гуляем. Метель у нас такая, ветер. Не знаю, надеюсь, меня слышно. Я так прикрываю немножко микрофон. Еле доехали. Сейчас время уже 8 час. Вообще, все стоит. Все непонятно в чем. В общем, думаю, раздеваться не буду. Пойду с Бонной погуляю. Бонна-то очень просит все время у нас. Я уже говорила много раз. А Джусси не хочет ходить. Бонна. Вот. Так что, решила с ней сходить. Так, вечером идешь. И почти никого нет. Там женщина одна идет. И там никого нет. На самом деле, жутковато так гулять. В гордом одиночестве. Муж меня сейчас отговаривал. Говорит, не ходи никуда. В общем, они ужинать сели. А я есть не хочу. Бонна, пошли. Хватит. Вот. Поэтому, думаю, пока они ужинают, я с собакой погуляю. Машины едут. А ужинать я не хочу, потому что сейчас купила себе этот. Я, во-первых, пообедала. Хотя обычно я не обедаю. Поела. Что я, рис поела. Вот. Знаете чем? С кабачковой икрой. Так вкусно. Я так люблю. Вообще. Ну, перед отъездом. Перед тем, как поехать за всеми. Вот. А потом уже голодная была. И мы с мальчишками купили круассан. И я купила, знаете что? Этот ацидобофилин. Так я люблю ацидобофилин. Вообще вы себе не представляете. Сто лет его уже не пила. Вот. Купила и выпила целый. А там 500 миллилитров. Вот. Ну, пока в пробке там стояли с мальчишками. Мальчишки тоже там перекусили. Я выпила ацидобофилин. И круассаном еще купили. Маленькие такие. Ну, в общем, короче, все. Я перебила себе аппетит. Есть не хочу. Но у меня вот такое бывает. Если я не поужинаю. Я потом перед сном ездить захочу. Но уже не буду. Ладно уж. Вот. Так что идем с Боночкой. У нас тут стройки. И на самом деле стройки вообще жутко выглядят. Правда фонарь яркий. Видите? Стройки. Вечером жутковато. Хожу, страх на себя нагоняю, да? Ой, да. Не, ну у нас таких случаев прям каких-то жутких. Бона в снежку. Вот. Не было. Ну, в общем, случаев таких поселок у нас, конечно, не было. Бося гуляет. Такое ощущение хорошее. Она у меня такой домой. Но все равно, знаете, как-то, когда идешь один, никого нет. Ну, как-то, не знаю, подозрительно мне лично. Вот. Потому что у нас все на машинах передвигается. В общем, ладно, девочки. Я сейчас уже приду. Мне надо на завтра сына погладить еще на корпоратив. Вот. В принципе, на этом все. Я отгуляла все корпоративы. Все купила, все отвезла. Все отлично у меня. Вот. Так что на сегодня я уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте, что все ссылки я у нас оставила внизу по боксе. Всех люблю. Целую. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok